Привет, друзья! Это Евгений Мигунов, и сегодня ролик будет интересен и стоматологам, и пациентам. Для пациентов всегда интересен и важен выбор врача, а именно специалиста. Никто из нас не знает, какой перед нами доктор, никто не знает его квалификацию. По каким косвенным признакам можно понять, грамотный перед вами специалист, ну или нет? Одним из таких признаков стоматологии, а именно эндодонтии, является наличие в клинике микроскопа. Безусловно, микроскоп увеличивает стоимость лечения зуба. В очередь пользуемся светом, оптикой. Это, кстати, аналог оптики света доктора Кима. Мне дали попробовать. Я сразу скажу, что свет не самый мощный, но приятный для глаз. Оптика хорошая. На голове держится прекрасно. Ну, в общем, если вам интересно, вы можете найти ссылку под видео. По каким еще признакам прибора мы можем понять, квалифицированный доктор работает в клинике или нет? К примеру, наличие в клинике подобного прибора Гутафил и Гутаэст фирмы Геософт. Что это за прибор? Это прибор, который позволяет пломбировать каналы вертикальной конденсации при помощи Гутаперчи. Я могу сказать, что не каждому специалисту доверят работать с этим прибором. Почему? Да потому что прибор имеет нагревательные элементы, и человек должен знать, как с ним обращаться. Мне пришла в голову мысль. А может ли данный прибор заобтурировать, по-другому запломбировать канал, подготовленный ручными инструментами? Сейчас станет интересно именно стоматологам. Можно ли при помощи вертикальной конденсации запломбировать канал 0,2 конусности? Конусность 0,2 или 2% конусность – это геометрическая мера изменения диаметра по отношению к длине. В нашем случае диаметр будет увеличиваться каждый миллиметр на 2%. Формула выглядит так. Диаметр D2 равен сумме диаметра D1 и производной диаметра D1 на 0,02. Вот и все. Отчего мой выбор пал на инструменты второй конусности, или 0,2 конусности, или 0,0 второй конусности? Потому что врачам в поликлинике чаще дают именно для работы эти инструменты. Риммер, Кафайл, Хедстром. Мне просто стало интересно, сможет ли человек, обработав канал ручными инструментами, запломбировать его при помощи приборов фирмы Геософт? Понятно. Друзья, я не учу вас ломбировать каналы, обработанные ручными инструментами, такими классными приборами. Все мы знаем, что для нормального прохождения, расширения и хорошего результата необходимо подготовить канал и расширить его до 0,06 конусности. Ну, хотя бы до 0,04. Для того, чтобы пробыть, сделать нормальную ирригацию, убрать инфицированный дентин стенок. Но в поликлиниках часто у специалиста не бывает эндомотора, машинных инструментов. Возможно, я не прав. Друзья, опровергайте меня, пишите комментарии, скажите, что в поликлиниках уже все по-другому. У нас есть эндомоторы, у нас есть приборы для вертикальной конденсации. Пишите в комментариях, пусть люди видят, в какой поликлинике вы работаете. И приходят к вам, сделайте себе рекламу в виде комментария под видео. Но с кем я общаюсь, я знаю, я слышал, что не у каждого специалиста есть эндомотор. Сейчас вашему вниманию будет представлено видео экспериментальное, на котором я буду пытаться запломбировать. При помощи прибора Гутафил Гутаэст фирмы Геософт канал, подготовленный под 0,2 конусности. Для пломбирования зуба нам понадобятся плагеры, термоплагеры. Мы воспользуемся светом аналога линза доктора Кима. Также мы соберем набор из каримеров, кафайлов и хестермов. Для промывания мы будем использовать растворы Эдотапаркана, Гутафил и Гутаэст. Также помогут нам в обтурации канала. А вот и наш зубик. Он у нас продезинфицирован, простерилизован. Мы будем сегодня проходить щечный канал. Это римеры, вашему вниманию. А это премоляр. Мы будем работать сегодня щечным каналом. Мы отрепарировали, вышли на пульповую камеру. Убрали коронковую пульпу. Сейчас используем пятнадцатый ример. Зашли на всю длину канала. Поставили стоппер. Сейчас зафиксируем длину канала. Она составляет 22 мм. Скажу сразу наперед. 22 мм. У нас длина щечного канала. Берем эндонатический шприц. Не забываем каждый раз промывать канал. Особенно после применения коримеров и хетстромов. И так, наконец, в дело вступает белый пятнадцатый хетстром. Отмеряем 22 мм. Заходим в канал. Возвратно-поступательные движения. Вперед-назад. Собираем стружку. Промываем. И используем двадцатый инструмент. Сначала ример. Потом К-файл. Ну и в конце двадцатого размера используем двадцатый хетстром. Наконец, дело дошло до двадцать пятого размера. Красный инструмент. К-риммер. К-файл. Хетстром. Все по схеме. Да, я обратил внимание, что у меня здесь уже как-то мусорно. И я решил использовать хенс-фри. Продолжаю расширять канал красным хетстромом. А вот и бумажные штифты для сушки. Просушим канал двадцать пятыми абсорберами. Так вот выглядит канал, обработанный инструментами двухпроцентной конусности. Двадцать пятая гутаперча. Установим в канал. Сделаем контрольный снимок. Ага. У нас уже будет недопломбировка. Будем расширять. Да нет. Возьмем двадцатый. И примерим его. Сделаем контрольный снимок с двадцатой гутаперчей. И, о чудо, у нас все дошло до верхушки. А теперь посмотрим, на какую же глубину у нас зайдет термоплагер. Возьмем линейку. И это четырнадцать миллиметров. Напоминаю, что канал у нас двадцать два миллиметра. Термоплагер зашел на четырнадцать. Итого, восемь миллиметров гутаперча ноль второй конусности должно остаться в канале после того, как мы его подрежем термоплагером. Замешиваем силер. Наносим аккуратненько на стенки канала. Двадцатый желтый гутаперчей. И сейчас мы будем подрезать гутаперчу при помощи прибора ГУТАЭСТ. Видите, здесь есть несколько режимов на двести, двести пятьдесят, девяносто, сто двадцать, сто пятьдесят градусов. Я выбираю режим на двести градусов. Обратите внимание, что во время подрезания гутаперчи температура в двести градусов держится ровно пять секунд. Потом она резко падает. В этот момент вы должны аккуратненько вывести гутаперчу. И пока гутаперча немножечко разогрета, утрамбовать ее лагером масштоб. В дело вступает прибор ГУТАФИЛ. Насадка двадцать пятая. У нас есть двадцать третий и двадцать пятый. Я использую двадцать пятую. Под давлением ввожу размягченную гутаперчу. Ну и, разумеется, конденсирую вертикально ее при помощи плагера. Отправляемся делать снимок. И что мы видим? Чудо! До конца! Заобтурированный канал! Ну что, я вам скажу, друзья. Результат моего эксперимента меня лично удивил. Я был уверен, что у меня не получится заобтурировать канал двухпроцентной конусности. Но получилось. Я не остановлюсь. Я распилю этот корень и посмотрю его под микроскопом. Пока! До новых встреч! С вами был Евгений Мигунов. Постскриптум. Главным критерием квалификации эндодонсиста все-таки будет являться микроскоп. Ну а прибором фирмы Геософт можно запломбировать канал даже 0,2 конусности.